Дядя Слава сегодня наткнулся на информацию, что Яков Путин и Ротенберг в молодости ходили, смешно им входить в автобус, пердеть там, потом убегать, это может быть правдой, я уверен, что это наверняка правда, но представляете, Путин, ничтожество абсолютно, что же он мог, что ему могло нравиться, Путину, вот мне в молодости, там, в его возрасте, мне Дипепл нравился, я уверен, что Путин даже не знал, кто это, такие, вы понимаете, разницу, можете понять, мне нравились картины Пикассо, он знал, кто такой Пикассо, Путин, в том возрасте, когда он там сфотографирован в этой телогрейке, блядь, и в прощайках, но мы же понимаем, мы же все оттуда, мы все из совка, но мы знаем, какие мы разные, это быдло, гопники, ничтожество, понимаете, мы их за людей не считали, вот этих гопников, мы их никогда за людей не считали, так быдляк какой-то, блядь, там, даже не буду, не хочу обсуждать это, люди же тогда тусовались по каким-то принципам, да, какие-то принципы были, это клуб по интересам, ну, вот у Ротенбергов с Путиным интересы были пердеть в автобусе, блядь, ну, понятно, если Путин не стал президентом, кем были бы Ротенберги? Ну, они до 2000 года на тройке или на шестерке насраны ездили, мне люди рассказывали из Питера, кто их хорошо знал, там, вот, рассказывают, что они там такие бандиты какие-то, какие ничтожества, ездили там за 10 копеек, работали в этой борьбе своей, и все, перегибаешь, Слава, а что я перегибаюсь? Я ничего не перегибаю. Вы понимаете, меня больше всего как раз это и бесит, вы думаете, почему Мальцев так восстал против этих негодяев? Почему Мальцев против этих негодяев так и восстал? Ну, потому что я вижу, что это ничтожество, что если бы у них не было власти, что если бы у них не было бы полиции и так далее, да я бы давно уже к ногтю, блядь, так, чик, и все. Вот это меня больше всего бесит, что я не могу, чик и все, понимаете?